Добрый день! Но тем не менее, даже если мы соблюдаем все правила, от случайности никто не застрахован. Вот поэтому человек и придумал себе подстелить соломок на разные случаи. То есть это и ОСАГО, это наши ответственные случаи, если кто-то проморгал и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Это и КАСКО на тот случай, если ты не виновата, злые силы объединились, обрушились на тебя. Ну вот, казалось бы, все предусмотрено, тем не менее, все новые-новые вопросы и претензии к страховым компаниям возникают у автовладельцев. То выплата не соответствует ущербу, то выплата отказана, то она задержана и так далее, и так далее. Почему так происходит, мы сегодня выясним у нашего гостя. В гостях у нас Андрей Сычев, автоюрист. Андрей, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. Вы у нас были уже в гостях, мы с вами многие моменты успели обсудить, но еще больше моментов обсудить не успели. Но действительно, казалось бы, все прозрачно, оформлена КАСКО. Казалось бы, я застрахована от всех каких-то непредвиденных ситуаций, если мы сейчас начнем говорить все-таки о полисе КАСКО. Это мое добровольное страхование. И мы с вами достаточно подробно уже обсудили всю процедуру, как нужно грамотно себя вести, как вызвать инспекторов, как составить все справки, собрать все бумажки и так далее, и так далее, и подать их в страховую компанию. Но вот, тем не менее, даже если все вот эти формальности соблюдены, ведь не значит, что человек получает компенсацию, которая позволяет ему отремонтировать свой автомобиль или купить новый. Почему это происходит? Значит, что-то все-таки человек не учел? Как вести себя? Ну, как правило, то есть человек, когда страхуется по КАСКО и по ОСАГО... Ну, ОСАГО — это потому, что это обязательное страхование, да, но есть у всех, понятно. ОСАГО — это обязательное страхование, КАСКО, соответственно, это у нас добровольное страхование, при котором при повреждении автомобиля, то есть человек имеет право на опыт страхового возмещения в рамках договора КАСКО, в рамках страховой суммы, которая оговорена договором страхования. Зачастую получается так, что, когда человек не виноват, вернее, когда он виноват в ДТП, либо, как сказать, там он... ДТП произошло по его вине непосредственно, да, то есть как бы он обращается в свою страховую компанию за получением выплат страхового возмещения. Да, и при этом он повредил свой автомобиль. При этом он повредил свой автомобиль. Зачастую получается так, что обратившись в свою страховую компанию по КАСКО, человек сталкивается с тем, что страховая компания либо ему отказывает выплату страхового возмещения, либо, соответственно, эту выплату занижает. Это делается различными способами, различными методами. Нет, я понимаю, конечно, представитель страховой компании, естественно, им по понятным причинам хочется выплату занизить, но кому же хочется выплатить больше денег? Конечно, хочется заплатить как можно меньше. Здесь просто есть разные варианты возмещения, как говорится, ущерба, то есть человек может либо ремонтироваться на СТО официального дилера по направлению страховой компании, это как бы лучший вариант, да, который можно использовать при возмещении ущерба, да. Либо таки человек в некоторых случаях выбирает возмещение страхового возмещения, то есть по калькуляции страховщика, тут страховой компании, естественно, прилагая определенные усилия. Понятно, у него своя математика. Занижает, нет, конечно, своя математика. Но это же право человека выбрать, где он хочет, собственно говоря, ремонтировать свой автомобиль? Нет, то, что где ремонтировать, это да, то есть с этим обычно проблем не возникает в большинстве случаев. И где он хочет посчитать? Как правило, когда договор КАСКО у нас заключается, то есть в полисе КАСКО прописано, что в случае ущерба, то есть человек имеет право либо ремонт на СТО официального дилера по направлению страховой компании, либо по калькуляции страховщика. То есть когда человек выбирает ремонт на официальном дилере, это лучший вариант, потому что, как говорится, он поедет на СТО официального дилера. Для самого человека это лучший вариант, да? Да, 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 потому что СТО, минуя, как говорится, все вот эти проволочки, да, то есть СТО сами выставляет заказ-наряд, выставляет счет страховой компании, они сами между собой согласовывают, когда согласование у них состояло, сколько автомобиля, они берут ремонт. Но здесь есть один нюанс. Могут и не согласовать. Да, могут и не согласовать, причем согласование может длиться, как правило, то есть по правилам страхования это предусмотрено уравнирование убытков в течение одного месяца, то есть, ну, в общем, то есть пока человек переедет. На СТО, пока СТО выставит счет, пока они согласуют, то есть, ну, порядка месяца на это должно, опять же, по правилам страхования. То есть за этот месяц он должен получить положительный ответ или уже отремонтировать свою машину? Положительный ответ, после этого СТО заказывает, соответственно, детали, они идут на заказ. А, ну, то есть это еще какое-то время. Это еще какое-то время. То есть ответ он должен получить именно в течение месяца. Конечно, да, но бывает так, что есть ряд страховых компаний, у которых очень огромные долги перед всеми станциями технического обслуживания. То есть я не говорю уже про физические, да, то есть как бы перед СТО там многомиллионные долги, что СТО просто отказывается брать автомобиль в ремонт. Просто позиция их такая, что когда нам страховая компания денег заплатит за ремонт вашего автомобиля, мы… То есть, соответственно, компания ищет другое СТО? Компания предлагает другое СТО, то есть неофициальный дилер, там, не знаю, гараж, там, я не знаю, еще что-то предлагает. Ага, человек может не соглашаться, поскольку он может лишиться гарантии, если это относительно новый автомобиль, правильно? Естественно, то есть человек никого не устраивает, то есть если автомобиль находится на гарантии, ремонтируется где-то в гараже. Я, кстати, просто сталкивалась с такими случаями, когда именно предлагают ремонт у неофициального дилера. Вообще это законно? Вообще это незаконно. То есть не имеет права страховая? Не имеет. Вот это повод, как повести себя клиенту страховой компании? Что нужно делать в этой ситуации? Это повод. Для начала прийти в страховую компанию, написать заявление о, так скажем, то есть если СТО машина не берет, или либо предлагает то СТО, которое как бы неналежащее, как говорится, в уровне неналежащего качества, то есть я рекомендую каким образом, то есть человек приходит в страховую компанию, пишет заявление о смене варианта возмещения ущерба. О смене варианта? Да. Такое возможно? Возможно, да. То есть что он хочет отремонтироваться, так как страховая компания надлежащим образом не может обеспечить ремонт на истой официального дилера, он просит заменить возмещение ущерба по калькуляции страховщика. Далее, соответственно, так как, естественно, калькуляция страховщика будет, опять же, заниженной. Не в пользу, естественно, клиента. Естественно, не в пользу, потому что, то есть при ущербе там 10 тысяч рублей, в лучшем случае, что ему, опять же, могут заплатить, это 100 тысяч рублей. Но даже эти 100 тысяч рублей он, как правило, не увидит. То есть для этого надо сразу, то есть пишется заявление о смене варианта возмещения. А смысл-то тогда какой, если купуляция страховой компании будет не в его пользу? Объясняю. Потом делается своя независимая экспертиза, после этого пишется досудебная претензия, а дальше, соответственно, человек обращается с исковым заявлением в суд. То есть по суду, естественно, страховой компании можно забрать очень много, то есть штрафы, пение, неустойки, здесь полный набор, полный ассортимент. То есть, соответственно, ему нужно уже обращаться к юристу, к адвокату, к юристу, потому что ведь самостоятельный человек вряд ли способен провернуть это дело. Нет, при желании. Ну, то есть тут надо как бы все-таки быть подкованным юридически. Да, да. Нет, при желании любой человек, на самом деле, может обратиться самостоятельно в суд, как говорится, это дело выиграет. Это я абсолютно знаю по себе, потому что, то есть, если человек действительно захочет, он сам может обратиться в суд, сам это дело действительно по бедному концу, потому что суд всегда стоит на стороне потерпевшего, то есть на стороне клиента. То есть суд никогда не займет в сторону страховой компании. Подождите, я так поняла, что вы рекомендуете просто сразу на месте, как говорится, отказываться в страховой компании, Если вам предлагает страховая компания вот такой вариант, давайте мы вам пересчитаем, просто сразу отказываться, да, не соглашаться на этот вариант. Или все-таки тут возможно, тут надо полагаться на порядочность страховой компании? Нет, на порядочность рассчитывать точно не стоит, это я сразу говорю, да, то есть здесь каким образом, то есть, я опять же говорю, то есть смена варианта возмещения, то есть вместо ремонта, как говорится, вы не можете оказывать належащим образом ремонт универсального дилера, будьте добры заплатить по калькуляции. А зачем это нужно? Чтобы потом суде, мы могли сказать, что да, мы... А, ну то есть это такая формальная, в общем-то, процедура. Это формальная процедура, чтобы потом у судей возникало меньше вопросов. Как бы идеальный вариант, как говорится, судебного дела, это когда вот я прихожу в суд, например, судья открывает дело и не задает мне ни одного вопроса. То есть он задает вопрос страховой компании, согласен, страховой компания с предпринимательским требованиями, они там могут сказать нет, да, там и так далее. То есть это идеальный вариант дела, когда юрист, как говорится, собрал полный комплект документов, и у судей не возникает никаких вопросов в плане того, что… То есть вы считаете, что вот такие дела, они практически со 100% уверенностью, можно сказать, будут выиграны? Они 100% будут. Клиентам страховой компании. Да, даже клиентам, обычным клиентам, они будут 100% выиграны. Ну, естественно, опять же, в просительной части искового заявления все зависит от того, что опять человек будет просить, как говорится, взыскать. Потому что, например, человек будет просить взыскать сумму страхового замещения, а я, например, буду просить взыскать сумму страхового замещения, плюс еще штраф в размере 50% за ненадлежащее оказание, как говорится… А вот эти штрафы, они предусмотрены в день? Да, это постановление плену Верховного суда номер 17 от 28 июня 2012 года, который говорит о том, что в случае ненадлежащего… Ненадлежащее исполнение услуг по договору страхования, то есть это, имеется в виду, необоснованный отказ в выплате страхового замещения, либо необоснованная задержка в выплате страхового замещения. То есть можно взыскать штраф в размере 50% от суммы задолженности. То есть, имеется в виду, если, например, у нас цена виска 500 тысяч рублей, то страховая компания вполне обоснована и по закону, мы можем взыскать… 750 практически. …250 тысяч рублей сверху. Сверху. А штраф в чью пользу будет удержан? Многие люди путают, что штраф взыскивается в пользу государства. На самом деле нет, штраф взыскивается в пользу физического лица непосредственно тот, кто заявляет. Потому что это действует закон о защите прав потребителей, который действует… Это такая еще моральная убытка практически, можно считать, да? Далее, соответственно, опять же, в просительной части, что я буду просить у суда, это неустойку за ненадлежащее исполнение договора страхования в размере 3% в день от суммы, оказываемой услуги. Сумма оказываемой услуги – это имеется в виду стоимость полиса договора КАСКО. То есть, условно говоря, если ваш полис КАСКО стоило 50 тысяч рублей, 3% в день, как бы здесь математика обладает не надо. Откуда идет исчисление вот этих дней? С какого момента? С того момента, когда страховая компания… Предложила вам… То есть, через месяц, вот после того, как мы подали документы… После того, как мы полный документ предоставили, то есть, после этого можно, соответственно, вот эти 3% уже отсчитывать. Да, ну, 3% в день, как бы это месяц проходит, и вы уже получаете 90% стоимости полиса КАСКО. Но это вообще большие риски для страховых компаний, если действительно клиенты так будут юридически подкованы и так действовать, для них действительно это большой риск, потому что если они будут проигрывать уже по заведомым, это знаем. Большие риски, поэтому страховые компании все начинают сейчас быть в прямом смысле этого слова, потому что они прекрасно понимают… Причем сейчас многие страховые компании… Зачем они тогда идут на это? Чтобы довести… Выгоднее ведь произвести просто вот выплату положенную человеку, чем сверх этой выплаты еще платить деньги, и немалые. Есть ряд компаний, которые… То есть, я сейчас их по именам называть не буду, но есть ряд компаний, опять же, в городе Санкт-Петербурге, которые понимают, что за вот эти действия, за необоснованное отказы сулят огромные штрафы, они идут на судебное регулирование. Есть, так скажем, 2-3 компании в городе Санкт-Петербурге, которые идут на судебное регулирование, то есть, когда уже дело… Опять же, не то, что там досудебные претензии, когда подносковое заявление в суд, и когда уже страховую компанию вызвали в суд, они уже понимают, что если они сейчас как бы не привозят никаких усилий, то с них будет взыскана по полной программе. Ну, то есть, они быстро идут на какую-то мировую, да? Звонят либо клиенту, либо мне звонят, да, и говорят, они хотели бы заключить мировое соглашение. Ну, что делать в этом случае? Что вы посоветуете? А здесь всё зависит от человека, потому что, когда человеку, так скажем, моему клиенту звонят и предлагают, так скажем, вот прямо сегодня, прямо сейчас приехать забрать полмиллиона рублей, прямо вот сейчас он едет и забирает полмиллиона рублей, либо он через суд получает там 800 тысяч рублей, ну, предположим, да, но это ещё потянется там месяца 3-4. Ну, как правило, то есть, психология человека лучше поехать сейчас и забрать, и всё. Если не хотеть ничьей крови, да, при этом. Да, то есть, они, и страховые компании прекрасно это понимают, опять же, что, как бы, человек на это согласится, поэтому они идут, такие, такие варианты, такие, опять же, не всегда, но бывают такие предложения, то есть, как в моей практике встречаются, что страховые компании шли на судебный этап регулирования, как говорится, то есть, предлагали уровень до судебного порядка. Какой термин вы произнесли, необоснованный отказ от выплаты, ну, вот можно ли считать отказом, когда вас направляют там к тому же неофициальному дилеру? Или отказ имеется в виду, когда просто отказали от выплаты? Продвижащее оказание услуги именно в плане того, что на каком основании он должен ремонтироваться на неофициальном деле, если он состоит на гарантии. То есть, естественно, если человек идет на неофициальный дилер ремонтировать, то гарантия у него пропадает. Ну, естественно, никто не хочет ремонтироваться, как говорится, в гараже. Понятно, да. Но вот в таком случае я понимаю, что гораздо более сложная ситуация именно с калькуляцией ущерба, потому что ведь тоже достаточно распространенный случай, когда, в общем-то, считают ущерб гораздо ниже, чем он есть на самом деле. Вот с этим как бы идти? Как это оспаривать? Нет, ну, надо понимать, что любая страховая компания, как бы, это коммерческая организация, которая нацелена на получение прибыли. То есть, любой генеральный директор страховой компании, естественно, что он хочет? От своего бизнеса получать прибыль, а не убытки. Каким образом можно получить прибыль? А ведь в конечном итоге клиентам выгодно, чтобы он получал прибыль, потому что если компания страховая разорится, этой клиентам будет невыгодно, собственно, ее же самым. Да, ну, здесь просто… Это же их защита, но такая круговая порука, конечно, всеобщее. Здесь, получается, как бы очень много, да, есть нюансов, потому что если… Я уже как бы сейчас не затрагиваю тему там мошенничества, например, страхово-мошенничества, опять же, когда страховая компания… О, да, это отдельная тема, конечно. Сегодня мы не успеем просто с вами поговорить. Да, то есть, это отдельная тема для разговора. То есть, естественно, когда страховая компания считает размеры ущерба, то есть, ну, как я и говорил, то есть, человек отправляется в якобы независимую экспертизу, которая, как бы, сотрудничает с страховой компанией, ну, то есть, сложно ее назвать независимой, потому что… Потому что она зависимая. Зависит, естественно, от них. Поэтому сумма ущерба, естественно, занижается, и человек получает заниженную сумму страхового возмещения. Это в лучшем варианте, да, то есть, когда человек хоть что-то получает, да, то есть, гораздо хуже, когда человек просто отказывает, да, он не ущерб на полмиллиона, но ему просто отказали. На самом деле, якобы, вот эта террасологическая экспертиза. Это если в случае, если человек хочет получить деньги, да? Да, 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 да. Вот возвращаемся к началу нашего разговора, да, то есть, мы сменили вариант возмещения, получения деньгами. Мы к началу нашего разговора вернемся в начале следующей части. Мы сейчас делаем паузу небольшую, минуты две-полторы, далеко не уходите, говорим о автостраховании. Тема интересная, скоро продолжим. Мы возвращаемся в прямой эфир в студию на Невском проспекте, говорим сегодня об автостраховании. Напоминаю, в гостях у меня автоюрист Андрей Сычев, но вот все-таки немножко, давайте вернемся к началу разговора. Говорили мы о различных вариантах, да, какими страховая компания может возместить, либо отправить автовладельца, чинить его автомобиль куда-то, да, либо если автовладельцу вот это место не понравилось, что это там гараж, двор и так далее, ему предлагают сменить все-таки, да, и как-то выплатить всю эту сумму, может быть, деньгами, да. И если человек юридически не подкован, не послушал вот сейчас нашу с вами беседу, не посмотрел нашу программу и согласился, сказал, да, давайте пересчитаем. Естественно, результат этот его не порадует, да. А страховая компания просто так деньги не заплатит. Ну, как один из вариантов, да, страховая, выпишешь заявление, вариант возмещения не сменили, но страховая компания все равно деньги не платит. То есть проходит месяц, два, три, полгода, денег все равно нет. То есть это вот так. Так, но ведь если прошел месяц, год, там, полгода и так далее, уже же вступает то, о чем вы говорили. И тогда страховую компанию можно наказать по полной программе. Потому что уже столько месяцев, столько дней, это пение. Соответственно, пение, штрафы, неустойки, то есть все это можно указывать в просительной части искового заявления и взыскивать страховую компанию, наказать в полном объеме, как говорится. Почему я сейчас и говорю, что страховые компании, несколько страховых компаний идут на досудебный этап регулирования. Потому что они понимают, что за это грозят на большие штрафы. Но это, опять же, не все компании, большинство компаний пытаются вставлять палки в колеса, как говорится. То есть путем затягивания рассмотрения дела. Причем для этого существует ряд определенных механизмов, как дело можно затянуть в суде. То есть непосредственно перенести рассмотрение на месяц, на два, на три. То есть переноситься можно до бесконечности. На самом деле, знаете, даже так, сейчас, если мы уже отвлечемся от пунктов закона различных и правил, сам вот этот процесс, я просто немножко общалась с людьми, которые, скажем, в Европе. Естественно, у них тоже есть страхование, автострахование и добровольное тоже. И почему-то никогда не воспринимается, как трагедия попадания в аварию или когда что-то происходит с машиной, что-то упало на машину. Ну да, случилось. Ну и человек понимает, он получит свои деньги. К этому не относятся вот так трагично, как у нас, потому что у нас, я понимаю, что люди, понимают, что у них начинается новый интересный период в жизни, когда им придется пройти через столько этапов бумаг, каких-то отказов. У нас не слишком усложнена эта система. У нас менталитет у людей совершенно иной, нежели в Европе, нежели, например, взять ту же самую Финляндию, к примеру. Когда человек попал в ДТП, он позвонил. Ну там механизм это проще, механизм гораздо проще. Механизм гораздо проще, да. А у нас здесь получается, что у нас бюрократия, во-первых, как бы везде, как говорится, надо принести бумагу, подтверждающую, там, если обращающую в суд, то на каждое требование нужно принести бумагу, что в доказательство своих требований, да, предоставить бумагу, что ты обратил страховую компанию такого числа, а страховая компания отказала от тех опытов. Да, там, принести самоотказ, принести досудебные претензии. То есть если какая-то вот из вышеперечисленных бумаг будет не принесена, соответственно, все это откладывается? Нет, ну, во-первых, это будет откладываться у суд типа, я говорю, идеальный вариант, как говорится, вот я вот когда оказываю услуги, то есть идеальный вариант, когда судья открывает дело, не задает мне ни одного вопроса, говорит, все замечательно, ваши с кого требования будут вредены, все. Ну правильно, потому что это уже вы ведете дело, вы ведь профессионал, да, я говорю о людях, которые, ну, вот сталкиваются с ними, не все же юристы и автоюристы, тем более. Поэтому, а вообще, вот как вы считаете, вот в идеале, как схема эта должна все-таки выглядеть, так, в упрощенном варианте? Так, чтобы не шокировать. Нет, самый упрощенный вариант, это, конечно, когда человек обращается к юристу, у него нет никакой головной боли, потому что юристы доведут его дело до победного конца, и все судебные верши, которые человек понесет при рассмотрении дела в суде, то есть будет взыскан со страховой компанией. Вот, как я повторяю еще раз, штрафы и пение неустойки, оплата услуг представителя, там, оплата услуг нотариуса, то есть все издержки, которые он понес, это будет взысканно непосредственно от вечера, то есть со страховой компанией. Поэтому идеальный вариант для человека – это обратиться к юристу, заключить договор и начать работать, да, то есть как бы непосредственно юрист занимается делом, полностью идет его от начала, как говорится, до победного конца. Вмешательство человеку… Ну, то есть без специалиста не разобраться все равно, к сожалению, у нас. Можно, можно, можно. При желании можно. Да, опять-таки, да, опять-таки при желании, при определенном складе характера и настойчивости, упорстве. И большом количестве времени. В интернете можно найти образцы исковых заявлений. Их по интернету очень много. И по КАСКО, и по ОСАГО, да, то есть возмещение. Да, хотелось бы, конечно, обойтись без этого всего. А если мы вернемся все-таки еще к полюсу обязательного страхования, он есть у каждого автомобилиста, каждый страхует свою ответственность перед кем-то. Но при этом мы знаем, что есть, ну, тоже я не буду перечислять, но ряд компаний страховых в городе, которые, ну, уже все знают так. Ну, негласно, конечно, там говорят, но они уже знают, что они не выплачивают никогда. И если, ну, хочешь сделать неприятность кому-то, вот, застрахуй по ОСАГО свою машину в такой-то компании. Ну, а уж так. Ну, собственно говоря, тогда вот эти компании ни на что рассчитывают. С ними-то все равно будет работать уже там нечастное лицо, да? Нет, да, страховая компания, элементарно все просто. То есть страховая компания идет расчет на то, что человек в суд не пойдет. То есть он не захочет проходить вот эти все термени, как говорится, бюрократии, да, там писать исковые заявления, ходить по судам непосредственно. Расчет идет на то, что человек в суд не пойдет. Поэтому на 10 отказов страховой компании у нас по статистике, если лет 7-8 назад по статистике один человек из 10 шел в суд. Причем он шел в суд, и он этот суд выигрывал, естественно, всегда. Ну, как же в суд не пойдет? Ведь там речь идет, может идти о больших суммах, опять-таки, да? Если у человека не по его вине пострадал автомобиль. Если по ОСАГО, то лимит от этой страховой компании 120 тысяч рублей, а все, что сверх лимита, можно высадить непосредственно виновник ДТП. Люди у нас разные, как говорится, да? То есть кто-то махнет рукой, кто-то просит. Причем таких людей встречается очень-очень много, да? То есть 40 тысяч, 100 тысяч, 150. У людей финансовое положение тоже как бы разное. Просто никто не хочет ходить по судам. То есть расчет только на это? Расчет идет, да, на это банально. Что-то человек, просто в суд не пойдет. Поэтому на 10 любых отказов, на 10 заниженных выплат. Сейчас идет 2-3 человека в суд. Ну, как бы здесь по математике можно посчитать, какие страховые компании стреляют деньги у себя в компании, да? Хорошо, вот если я все-таки нацелена взыскать в компании оппонента сумму за причиненный вред, за вред, причиненный моему автомобилю. Замечательно. Вот что, какие в этом случае не собирать документы, бумаги, куда идти? Делать свою независимую экспертизу, раз в любой независимой оценочной компании, которая действительно независима, да? Да, то есть по городу их достаточно много, но та, которая имеет все лицензии, все сертификаты, соответственно, для занятий оценочной деятельностью. На основании независимой экспертизы пишется в страховой компании досудебную претензию, то есть она необходима для того, чтобы потом заскать все судебные издержки со страховой компании, потому что если досудебная претензия будет не написана, то представитель страховой компании придет в суд, и их, ну, тоже бывает, сталкиваются с такими, как с судьями сами спрашивают, а вы писали досудебную претензию, я говорю, для этого написала. Давайте все-таки поясним, потому что не все настолько хорошо знакомы с терминологией, досудебная претензия, вот термин, что это? Досудебная претензия, то есть это мобильная компания о том, что если она, так сказать, в 30-дневный срок с момента написания досудебной претензии не урегулирует вопрос спорный в досудебном порядке, то мы будем вынуждены обратиться в суд, и тогда все судебные издержки, которые понес клиент при рассмотрении данного дела в суде, будут взысканы с ответчиком. То есть это делается именно для того, чтобы потом судья у нас, да, мы как бы сказали, что мы писали, мы ее подавали, страховая компания проигнорировала ее, либо ответила отказом, ну, как большинство бывает, там страховая компания отвечает, отвечает, отказывает. То есть юродил, у них тоже работает хорошо, там себе там по 10-15 человек, и эти, как говорится, отказывают так целый день, штампуют, да. То есть стандартный отказ, где они там ссылаются на право страхования, что в случае какая-то разногласия, обращайтесь в суд, все. На этом точка, в принципе. Получается, вот сам этот бланк ОСАГО, он такой, ну, получается, несколько номинальный, да, то есть он есть для кого? Для ГАИ, для, не знаю, для спокойствия, чего? Бланк ОСАГО, если такой малый процент выплат, от чего он защитит, может защитить меня? Защищает, если вы попадете в ДТП, вы будете виноваты. Это, вот у нас есть полис ОСАГО, есть полис ДАГО, да, то есть расширение автогражданской ответственности, как бы, о чем может отдельно тоже поговорить отдельно, то есть как бы расширение… Это не КАСКО, да? Это не КАСКО, это полис расширения ответственности, то есть если вы попали в ДТП, вы виноваты, то есть, соответственно, ваш полис ОСАГО покроет учреб 120 тысяч рублей, а как мы понимаем, сейчас у нас на дорогах ездят дорогие автомобили, и 120 тысяч рублей по большому счету не покрывает ничего, да, то есть там ремонт бампера… То есть даже, давайте, да, еще раз вот скажем, потому что это важно на самом деле, даже если этот автомобиль застрахован по КАСКО, он отремонтируется по КАСКО своей компании, после чего компания начнет предъявлять претензии уже к вам, да, вот все, что свыше вот тех 120 тысяч. Да, причем компания это делает абсолютно по закону, у нас есть статьи в гражданском кодексе, которые… Странно, мне знаете, что странно, что об этом никогда не предупреждают сами страховые компании, я ни разу не сталкивалась, мне, например, никто об этом ни разу не говорил, да, я уже ни разу покупала и полис ОСАГО с тесной КАСКО и так далее, ни разу я не слышала от представителей страховой компании вот об этих вот нюансах, которые могут возникнуть. Нет, как правило, люди учатся на своих ошибках, а для страховой компании, чем больше человек совершает ошибок, тем страховой компании это выгоднее, да, то есть есть лишний повод отказать, лишний повод там занести выплату и так далее, и так далее, да, то есть, а и как я еще раз повторяю, то есть страховая компания коммерческая организация, которая нацелена на получение прибыли. Да, это понятно, но продавать, ну, когда она продает полис ОСАГО, почему-то, мне лично никто никогда не предлагал, вы не хотите ли там купить полис расширенный? Это, видимо, такие у нас страховые агенты, страховые брокеры, которые это не предлагают. Есть просто ряд брокеров, которые наоборот, вот работают на вот эти... Я, конечно, понимаю, что спасение утопающего, это дело рук самого утопающего, там человек должен где-то читать, что-то узнавать, но действительно ты не можешь искать особенно то, о чем ты даже не догадываешься, что вот возможно такие нюансы. Ошибка, согласитесь, может быть очень болезненна, потому что это тоже разное финансовое положение у людей. Да, ошибка может быть болезненна, потому что если вы были виноваты ДТП, то страховая компания вполне обоснованна в течение трех лет выставит претензию непосредственно вам. А потом будет тяжело очень оскорить данную претензию, то есть ее можно будет оскорить по размеру, но не по праву. По праву страховая компания абсолютно все действует по закону. Хорошо, если мы говорим об оспаривании по размеру, потому что тоже вот мы с вами до эфира говорили, вы сами называли, астрономические суммы могут выставить частному лицу страховая компания. И вот как в этой ситуации действовать? Как-то хотя бы облегчить свою участь? В суде не соглашаться с предъявляемыми исковыми требованиями и ходатайствовать в суде о назначении дополнительной судебной товароведческой экспертизы. А это будет иметь смысл? Или это будут лишние траты на экспертизу? Нет, это будет иметь определенный смысл. Почему? Потому что любая судебная экспертиза, ну даже по назначению суда, так скажем, она, эксперт предупреждает, во-первых, об уголовной ответственности, задачи ложных показаний, поэтому ему неинтересно, как говорится, считать в пользу страховой компании или в пользу иного лица, который определяет исковые требования. То есть они адекватно все почитают. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что когда попадали в ДТП, то есть у нас все поражения отражены в справке по форме 154. То есть… Так, вот просто мы с вами немножко успели до эфира поговорить, а вы говорили, что включают вот в эту сумму, ну какие-то ущербы, которых, собственно, и даже не было. То есть, во-первых, имеет смысл, наверное, очень внимательно прочитать еще раз вот эту справку и самому еще посчитать, правильно ли все хотя бы действие сложения произведено, да? Справку посмотреть, соответственно, вот этот счет, который устроит страховая компания, потому что зачастую, то есть там присутствуют те элементы, которые вообще не были поражены в момент ДТП. А страховая компания, как говорится, за компанией уже выставляет дополнительные какие-то элементы. Причем это так, когда человек в этом не разбирается, когда там счет на 800 тысяч рублей, к примеру, то есть это значительно достаточно объемный счет, то есть разобраться там вот в этих тонусах, какие работы должны быть произведены там при ремонте там крыла, там или замене крыла, к примеру, да? Дополнение там может быть, во-первых, дополнительные виды работ, которые вообще не должны быть по своему, по определению дописаны. Элементы, которые также в справку вообще не были, они вообще не были поражены на момент ДТП. Также они фигурируют в самом счете. Вот, соответственно, поэтому имеет смысл назначать судебно-доварищу экспертизу, потому что судебно-доварищу... Ну, то есть, скорее всего, эта сумма будет значительно уменьшена. Значительно будет уменьшена. Ну, и в любом случае, Андрей, я так понимаю, что можно рекомендовать обязательно покупать сейчас расширенный полюс ОСАГО, потому что он будет ненамного дороже, но значительно безопаснее ездить по дорогам. Стоимость полюса ДАГО у нас стоит там от 900 рублей до 2000 рублей, можно сказать. Ну да, но, собственно, спокойствие, конечно, дороже. А ответственность гораздо спокойнее, конечно, будет. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Сегодня, друзья, напоминаю, мы сегодня говорили об автостраховании, о полюсах КАСКО, о полюсах ОСАГО, о тех нюансах, тонкостях, которые присутствуют при общении у нас страховых компаний. Так что будьте внимательны, не дайте себя обмануть. Андрей, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Ну, а я хочу напомнить, что совсем скоро, сегодня вечером, мы узнаем имя победителя конкурса «Удачный набор». В этом конкурсе мы, напоминаю, разыгрывали комплект спутникового телевидения «Телекарта HD». Набор этот позволяет смотреть телевизионные программы в самом высоком качестве по всей России, от Калининграда до Сахалина. Так вот, чтобы его получить, нужно было посмотреть программу «Удачный сезон», ответить на несложные вопросы, которые задают его ведущие на пять вопросов, дозвониться первым, ну и вот, собственно говоря, стать победителем. И каждый второй понедельник мы имя победителя называем в прямом эфире. Сегодня как раз такой день, в 19.00. Имя счастливчика я назову здесь, в студии, на Невском проспекте. Так что не пропустите. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова